В его жизни было много трудностей и испытаний. Он начинал с артиста театра кукол и ждал своего звездного часа много лет. Славу Валерию Гаркалину принесли съемки в комедии Шерли-Мырли, одновременно в четырех ролях. Валерий Гаркалин – один из самых запоминающихся артистов кино, хотя его роли почти всегда были второстепенны. Он был женат один раз и в браке был счастлив, но прежде чем примириться с их отношениями, преобладающее большинство людей их осуждало. Валерий Гаркалин родился в апреле 1954 года. Его семья была очень небогатая, мама работала кассиршей в продуктовом магазине, а отец трудился в гаражной мастерской. Родители всю жизнь еле сводили концы с концами и, конечно же, не могли дать сыну всего того, чего он хотел. Уже в детстве он решил стать богатым и знаменитым. В поисках такой возможности он нашел для себя выход – стать артистом. Ни разу в жизни отец не похвалил успехи сына и в глаза всегда высказывался нелестно. Только тогда, когда отца не стало, мать и сестра нашли в ящике столопапку с газетными вырезками, которые, конечно же, были посвящены сыну. Но надо сказать, что Гаркалин далеко не сразу пошел наперекор родителям. После школы он честно отработал несколько лет слесарем на заводе, ковырялся в гайках до самого призыва в армию. Как он сам после признавался, во время строевого шага только и делаешь, что думаешь о жизни. Вот и Гаркалин твердо решил, что не вернется на завод, а рискнет стать артистом. Однако его ждали трудности и помимо неодобрения родителей. При попытке поступления ему было отказано в зачислении. Комиссия, ссылаясь на его специфическую внешность, решила, что ему не место на сцене театра или в кино. Ваша внешность отталкивает, говорили ему. Однако преподаватели не учли, что помимо лица у молодого человека есть еще и упертый характер. Гаркалин нашел другой выход. Поступил в музыкальное училище, где было направление сценического искусства. Именно там он и познакомился со своей будущей женой. Однажды, когда они репетировали драматический спектакль, он услышал всхлипывание в зале. Это показалось странным, ведь он должен был быть пуст. Взглянув на ряды сидений, он увидел румяную толстушку, которая довольно громко плакала. Ею оказалась одна из новых преподавателей. Екатерина, как потом узнал студент, шла мимо зала и увидела репетицию. Ей стало интересно, что же такого готовят студенты на отчетное выступление. И она тихонько проскользнула на зрительское место. После спектакля он подошел к преподавателю, и они разговаривали. Екатерина была старше него на два года, но это не помешало Валерию ей заинтересоваться. Сначала они тесно общались, вместе тусовались, а после стали жить. Как не скрывали влюбленные свои отношения в стенах учебного заведения, тайное стало явным. Это был скандал, чтобы преподаватель сожительствовала со студентом невиданное происшествие. Екатерине и Валерию пришлось вытерпеть много взглядов, перешептываний за спиной. Некоторые не отличались тактичностью и высказывали порицание в глаза. Благо, что Гаркалин был на последнем курсе, испытания не продлились долго. Как только диплом был получен, он сразу сделал ей предложение. И хотя теперь было все по чести, многие не забыли, с чего начался их роман. Позже Екатерине даже пришлось уволиться из-за угнетания коллектива. Но не только сначала их жизнь была сложной. На протяжении всего периода им приходилось сталкиваться с серьезными проблемами. Они долго не могли зачать ребенка, и их единственная дочь родилась только спустя шесть лет после свадьбы. Появление на свет малышки стало для них большим счастьем. Валерий открыто признавался, что ему совсем не хочется сына. Именно о дочке он и мечтал все эти годы. Все было хорошо вплоть до 2008 года. Тогда Гаркалин заработал инфаркт прямо в театре. Отыграв спектакль, он едва зашел за кулисы и рухнул на пол. Скорая помощь ехала долго, когда мужчину погрузили в салон, и его сердце остановилось. Но тогда врачам удалось вернуть его с того света. Жена и дочь были все время рядом, а после ухаживали за ним дома. И за этими заботами никто не обратил внимания, что всегда полная Екатерина резко похудела. Вернее, заметить-то заметили, но отнесли это насчет переживаний. А когда обратились в больницу, было уже поздно. Рак четвертой степени. Он не оставил им надежд на выздоровление. Такой скорый уход из жизни супруги стал очередным ударом для Валерия. Чтобы не думать об ужасном происшествии, он решил думать, что жена рядом, просто не в поле зрения. Он разговаривал с ней, как будто Екатерина стоит у него за спиной. Ну а утешение он тогда нашел в своем внуке Тимофеи, которого ему подарила дочь Ника. К сожалению, в октябре этого года актер был тоже госпитализирован. Обострились осложнения, вызванные новой инфекцией. Врачи даже ввели его в искусственную кому и долго боролись за его жизнь. Но вирусы его последствия оказались намного сильнее. 20 ноября 2021 года артиста не стало. Ему было всего 67 лет. Субтитры создавал DimaTorzok